Пьяный на Микрике протаранил два авто, при задержании сопротивлялся полицейским. Проспект Красного Знамени 164А. Поздний вечер, три машины полицейских собираются все здесь из-за водителя Тойоты Ноах, который за несколько минут до приезда стражей порядка, находясь предположительно в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто, разбивает две машины класса люкс. Ниссан Дуалис и Тойоту Ленд Крузер Прада. Ну, вызвали легавых, короче, меня упаковали так, что... Руки отекли, не дышат вообще. А не дышат его руки, потому что, когда полицейские потребовали у нарушителя предъявить документы для составления административного протокола, гражданин повел себя агрессивно и оказал активное сопротивление. Потому и заковали его в наручники. От мужчины за километр разит алкоголем. Он еле-еле держится на ногах. То, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, не скрывает. Вы скажите, а вы сегодня выпивали? Да, выпивали. Я им сразу сказал, что я пьяный, да, выпивал. Я ни от чего не отрекаюсь. Мне говорят, в КНД поедем. Я говорю, поедем, 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 поедем. Водители микрика жалуются, что хозяева разбитых авто потребовали с него немалую сумму денег, что и привело его в ярость. Ну вот эти хозяева, что их там встукнуло? Ну херня. Они предложили 60 тысяч. За что? За крылой, за фару заднюю 60 штук. Хозяева разбитых машин пребывают в шоке. Подсчитывают, во сколько выльется ремонт их автомобилей. Повреждения довольно-таки серьезные. Обращаться люди будут в страховой компании виновника. Если будет установлено, что водитель пьян, страховая компания выплатит все затраты потерпевшим, а потом будет взыскана вся общая сумма с виновника ДТП. В результате дебоширы водителя увозят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.